Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. И также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал с большим количеством аналитического контента. Ну что ж, на финансовых рынках явно преобладает склонность инвесторов к риску. Мы видим это в отношении всей категории рисковых активов, особенно фондового рынка. И здесь, конечно же, нужно сделать отдельную большую ремарку в сторону американской фонды. Ранее мы достигли целевого ориентира по NASDAQ. 15 тысяч пунктов. Заветная цель была сделана. С этим я вас, друзья, в очередной раз поздравляю. Но еще у нас один индекс на подходе также к целевому уровню. Это S&P 500, который сейчас котируется недалеко от цели в 4,5 тысячи пунктов. Сейчас котировки 4400. С небольшим максимумом было 4 416 пунктов. Поскольку фондовый рынок черпает силы сейчас в очень сильном сезоне квартальных отчетов, ранее я комментировал, что очень много компаний, больше ста уже фактически отчитались. И львиная часть из них, отчеты и результаты превзошли ожидания аналитиков и экспертов. Полагаю, что такая же тенденция сохранится и дальше. Поэтому, как минимум, до вот этого целевого ориентира, которые не так уж и далеко находятся от текущих уровней, мы точно достанем. Заработав на индексе S&P 500, можно будет на какое-то время вовсе оставить в покое американский фондовый рынок, который за последние более чем полгода предоставил нам феноменальную возможность извлечь максимум прибыли, которую мы, разумеется, использовали. Что касается других активов, за которыми мы следим. Кстати, сегодня на повестке экономического календаря, пожалуй, только лишь один отчет, на который стоит обратить внимание, это заказы на товары длительного пользования в США. В 15.30 по московскому времени выйдет этот релиз. Но мы продолжаем готовиться к заседанию Федрезерва. Сегодня оно стартует, завтра будут подведены итоги. Вся вот эта статистика, заказы сегодняшние и прошлые релизы, прошлые недели, заявки на пособие по безработице, активность в сфере услуха в США и вчерашний релиз по продажам домов. Это макроэкономические вводные, которые обязательно будут учитываться руководством ФРС в принятии решений относительно потенциальных, возможных или невозможных изменений денежно-кредитной политики. Так вот, друзья, сегодня я ожидаю, что статистика вряд ли будет вау-эффекта, то есть вряд ли сегодняшний отчет убедит инвесторов и трейдеров в том, что ФРС практически обязан уже приступить к ужесточению денежно-кредитной политики, потому что макроэкономический фонд сильно улучшается. Я думаю, что сегодня будет скромный показатель такой же скромности, как и вот релизы, которые я только что перечислил. Поэтому я в целом продолжаю вас готовить к тому, что заседание Федрезерва не будет интересным с точки зрения каких-то решений. Оно может быть интересным с точки зрения последствий волатильности, но сокращение программы количественного смягчения и даже анонса планов, когда это может произойти, вряд ли стоит ожидать. Рынок нефти 73,99. Мы в позициях, в длинных позициях, через отложку я ранее давал рекомендацию. Верю в то, что рынок нефти все-таки сможет добраться на фоне вот этого тотального спроса на риск до 80 долларов за баррель. Фон, он в принципе за последние дни не меняется. Есть и ковидные риски, которые сдерживают потенциал роста Brent и WTI. Но, с другой стороны, есть довольно объективная картина, которая позволяет рассчитывать на то, что дальнейшее улучшение ситуации с ковидом, снятие карантинных ограничений и рост экономической активности, в конце концов, сохранят на рынке дефицит предложений. И это, разумеется, обеспечит дальнейшее восстановление котировок черного золота. Есть ли сейчас прецеденты того, что все-таки ковидная обстановка улучшается? Ну, как минимум, рынок уже не кричит о том, что новый штамм Дельта накрывает всю мировую экономику. Это, мне кажется, позитивный фон. Количество заболевших в Англии пошло на спад, в Австралии смещаются карантинные ограничения, и я, будучи оптимистом, полагаю, что такая тенденция просто обязана продолжиться и дальше. Поэтому здесь оптимистичный настрой в отношении рынка черного золота. Индекс американской валюты, наконец-таки, здесь коррекция. Также 92,59. Это при том, что мы пока что только готовимся к итогам заседания Федрезерва. Напомню, что заявки, первичные заявки на пособие по безработице 419 тысяч. Плохой отчет. Активность в сфере услуга 59,80, 64,6. Ну, вроде бы как выше 50, да. Это доказательство того, что сектор восстанавливается. Но если сравнивать со значениями прошлых месяцев, здесь, конечно же, объективное снижение. Продажа домов минус 6,6% в прошлый месяц. В это время, как и в мае, по-моему, спад был больше, чем на 7,2%. Прогноз, кстати, предполагал, что в июне продажи домов вырастут на 3,5%. Но вот реальные цифры, вот те, которые я только что озвучил. ФРС, друзья, не будет менять денежно-кредитную политику. Вновь признает самый лучший адаптивный подход, который только может быть. Это сохранение в силе текущих мер экономической поддержки. И готовность обсудить выход из программы количественного смягчения позже. Я думаю, прям под самый, в лучшем случае, закат этого года или уже в 2022 году. Мягкая риторика ФРС, как она обычно влияет на курс доллара. Конечно же, американская валюта тут же слабеет. И в связи с этим, я думаю, что ситуация будет точно такой же и сейчас в плане развития. И доллар может уйти к нашей локальной недельной цели, которую мы поставили, 92 пункта. Золото 1800. Золото, конечно же, нуждается в триггере. Мощном триггере для дальнейшего движения. Я золото сейчас рассматриваю как актив для покупки. И говорил вам, что 1800 это хороший уровень, чтобы на долгосрок именно вкладывать в рынок драгоценных металлов. Тем более, что только что озвучил идею потенциальной слабости доллара. Это должно поддержать позиции рынка драгоценных металлов. Растет количество спекулятивных позиций. Последний отчет из США показал, что американские золотодобывающие компании в первом полугодии этого года добыли всего лишь 58,7 тонн золота. Это почти на 10% меньше, чем в аналогичный период времени в прошлом году. И институционалы считают, что крупные инвестбанки в своих инвестдекларациях и заметках для клиентов рекомендуют недооценивать риск дефицита этого сырья в глобальной экономике. Я думаю, что в конце концов право окажутся все, кто ожидают золота выше 1900 долларов за тройскую унцию. И по остальным активам евро против доллара ждем на отметке 1,17 краткосрочно. Торгуем волатильностью и пока что локальным контрастом монетарных политика. Это не долгосрочная сделка, потому что долгосрочно я в евро верю все-таки. Тем более, что ставлю на снижение курса доллара. Но нам нужно 100 пунктов именно по факту ожидания заседания Федерезерва и уже оглашения на самих решениях. И думаю, что эта цель будет достигнута. Доллар канадец 1,2542, цель 1,24. Про фондовый рынок уже сказали. Кстати говоря, по поводу рынка криптовалют. Биткоин сейчас котируется на отметке 36 580 долларов. Я по-прежнему склонен полагать, что рынок крипты, в частности биткоин, может оказаться еще гораздо ниже 30 000 долларов. В частности, вчерашний рост, как вы знаете, был частично связан со слухами о том, что Амазон будет принимать платежи в крипте. Однако, под закрытием вчерашней торговой сессии этот слух был опровергнут. Амазон пока не рассматривает такого рода планы. И как только эта новость пришла на рынок, биткоин с 40 500 долларов улетел к текущим значениям и в целом остается под давлением. Поэтому не нужно ликовать сейчас покупателям, нужно быть осмотрительными. Тем более, что рынок крипты ходит на 10-15% за одни торговые сутки. Контролируйте риски, друзья, это очень важно. На этом все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.